Добрый день, уважаемые одиннадцатиклассники! Я рада приветствовать всех вас на нашем сегодняшнем уроке «История Казахстана». Сегодня мы будем продолжать с вами говорить об изменениях моноэтнического состава населения Казахстана в период XVIII – начала XX века. И цель нашего сегодняшнего урока – это проанализировать этническую структуру населения Казахстана в данный период. На предыдущем уроке, ребята, вы говорили о начальном периоде изменения моноэтнического состава населения в XVIII веке в Казахстане. Вы уже знаете о том, что в данный период времени, до XX-х годов XIX века, почти всё население Казахстана составляли казахи. А с 1824 года в связи с созданием окружных приказов военно-казачье и позднее крестьянское население начинает расселяться в северо-восточном Казахстане. А с 1861 года в связи с отменой крепостного права в России началось активное переселение крестьян в Казахстан. Из прошлых лет при изучении курса истории Казахстана вы помните, что в результате переселенческой политики в XIX веке этнический состав в Казахстане стал меняться. В 1897 году уже проживало более 4 миллионов казахов. Остальная часть населения состояла из казаков, крестьян-переселенцев, уйгуров, дунган, татар, узбеков и представителей других этнических групп. На прошлом занятии вы познакомились с первыми русскими, украинскими и татарскими переселенцами. И сейчас, ребята, я вам предлагаю выполнить задание на выбор. Первое задание будет заполнить таблицу изменения моноэтнического состава населения Казахстана в XVIII-начале XX века. Вы должны будете выписать в тетрадях национальность казахи, русские, украинцы и татары и численность этих этнических групп по переписи 1897 года. В третьем столбце вы должны будете указать представителей этих этнических групп. Во втором задании, если вы его пожелаете выполнить, вы должны будете указать трудности, с которыми столкнулись переселенцы в данный период. А сейчас, ребята, выполняем эти задания на ваш выбор. А сейчас, ребята, давайте проверим то, что у вас получилось. При заполнении таблицы вы должны были указать численность казахов по переписи 1897 года 4 миллиона человек. Это были представители коренного населения. Русских насчитывалось к тому времени 90 тысяч человек. Это были представители военного сословия, казаки. Украинцев было 87 тысяч человек. Это были участники национально-освободительных движений. И татар насчитывалось 56 тысяч человек. Это были представители татарской интеллигенции, мулы, писари, переводчики. А сейчас, ребята, давайте проверим трудности, которые вы обозначили у переселенцев в тот период. И здесь принимаются альтернативные варианты ответов. Например, это сам переезд и все сложности, связанные с дорогой. А также адаптация переселенцев к новым жизненным условиям. Далее можно указать, ребята, язык, который переселенцы не знали. Проблемы с жильем, питанием, появление болезней и вследствие этого смерть. И приобретение, конечно же, нового жизненного опыта. Вашему вниманию я хочу прочитать одно из стихотворений украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко, который 10 лет отбывал ссылку в казахской степи. Как умру, похороните на Украйне, милой. Посреди широкой степи выройте могилу, Чтоб лежать мне на кургане над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый Днепр под Кручей. И когда с полей Украйны кровь врагов постылых понесет он, Вот тогда я встану из могилы. Подымусь я и достигну Божьего порога, Помолюсь я, а покуда я не знаю Бога. Схороните и вставайте, Цепи разорвите, Злою вражескую кровью волю окропите. И меня в семье великой, В семье вольной, новой, Не забудьте, Помяните добрым, тихим словом. Сегодня, ребята, мы продолжаем с вами работу По изучению изменения моноэтнического состава населения Казахстана В 18-м, начало 20-го веков. Помимо русских, украинцев и татар, В период 18-го века в Казахстане стали появляться немцы, Выходцы из прибалтийских губерний. Большинство из них были люди военные, Генералы, командиры сибирской линии. Среди них также было немало врачей, Учителей, горных инженеров. Они проживали в Омской, Петропавловской, Семипалатинской, Усть-Каменогорской и Ямышевской крепостях. В основном немцы занимались земледелием, Работали на обрабатывающей промышленности, Нефтяных месторождениях, Добычи золота, меди. Это были очень аккуратные люди, Сохранявшие свой язык и культуру, Славились зажиточностью и трудолюбием. И в 1897 году численность немцев в Казахстане Составила 7 тысяч человек, Большинство из которых проживало в Акмолинской, Средоринской областях. Но после Столыпинской реформы Их поток еще больше усилился Из колоний на Волге, Волыни, Причерноморье. Кроме того, в степной край Начали активно переселяться немцы Из Германии и Австрии. После подавления восстаний в Польше В 1830-31 и в 1863-64 годах Отдельные группы ссыльных поляков Стали появляться на территории Казахстана. Значительную часть из них Составляло польское дворянство шляхта. Это были поэты, писатели, художники, врачи, инженеры и юристы. Ребята, перед вами Адольф Янушкевич, Который активно изучал историю казахского народа. А вот польский художник Бронислав Залесский, Оставивший после себя труд Жизнь киргизских степей. Поэт Густав Зелинский посвятил казахам поэмы «Киргиз» и «Степь». Владимир Недзветский основал Семеричинский музей. А сосланный в Семипалатинск Северингроз Издал замечательную книгу «Материалы для изучения юридического быта киргиза». И в 1897 году, по данным переписи, Число поляков в Степном крае Насчитывалось около тысячи человек. Они проживали преимущественно В Уральской, Семипалатинской, Акмолинской и Сырдеринской областях. На рубеже 70-80-х годов XIX века Царское правительство стало переселять В ЖТСУ уйгуров и Дунган, Которые ранее проживали на территории Ильейского края Китая. Там неоднократно происходили восстания, Где они боролись за обретение Национальной независимости. Там же возник вопрос о дальнейшей судьбе Уйгуров и Дунган, Которые стояли перед опасностью Массового уничтожения. И в 1881 году Между Россией и Китайской империями Был заключен Петербургский мирный договор, Где уйгуры и дунгани Получили право в течение года Переселиться на территории Семереченской области. Переселяясь в Казахстан, Уйгуры и дунгани селились компактно, Пытаясь сохранить свои корни. И к 1897 году В Казахстане проживало уже 56 тысяч уйгуров И 14 тысяч дунган. А сейчас, ребята, Используя полученные знания на этом уроке И имеющиеся знания из предыдущих курсов У вас по данной теме, Вы выполните задание Составить свод-анализ Изменения моноэтнического состава Населения Казахстана В 18-м начале 20-го веков. Вы обозначите в таблице Положительные и отрицательные стороны Изменения состава населения, А также выделите возможности И угрозы, которые обозначились В результате данных изменений. Работаем! Ребята, давайте проверим, Что у вас получилось. Варианты ответов могут быть Самыми разнообразными. Например, к положительным сторонам Вы могли бы отнести Крестьяне-переселенцы, Имеющие опыт работы с землей, Начали вносить элементы Оседлой цивилизации. Изучение языка других народов. Обогащение культуры, Приобретение знаний. Какие же могут быть возможности При таких положительных сторонах? Прежде всего, это выращивание Зерновых культур, пшеницы, овса, ячменя, Развитие толерантного отношения Друг к другу, Взаимобогащение культурами. К отрицательным сторонам Вы могли бы отнести Изъятие земель у казахов, Политика христианизации, Политика русификации, И, конечно, ущемление местного населения, Налоги, Изъятие плодородных земель. Какие же могут быть угрозы При таких отрицательных сторонах? Прежде всего, это потеря своего языка, Культуры, религии, обычаев, Переход казахов на оседлый образ жизни, Вымирание скота, Основного источника жизни казахского народа, И ухудшение положения местного населения. Дорогие ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня мы проанализировали изменения Моноэтнического состава населения Казахстана В 18-м, начало 20-го веков. Пусть мы такие разные, У нас одна семья, И дружба народов не просто слова, Дружба народов на все времена, Пусть на нашей планете исчезнет вражда, Пусть мирные звезды над небом горят, И дружба не знает границ и преград. Дорогие мои ребята, Каждый год 1 мая В нашей стране отмечается праздник Единства народа Казахстана. Я вам, в свою очередь, пожелаю счастья, Мира, добра И даю вам домашнее задание по выбору. Привести пословицы и поговорки Представители диаспор Казахстана, Призывающие к миру и добрососедству. В составе четверостишья Дружба народов, Используя опорные слова Дружба, народы, мир, счастье, родина. Написать эссе на тему Казахстан – наш общий дом, Используя ключевые слова Толерантность, полуэтнический состав, Конфессия, общество, государство. Наш урок окончен. Благодарю вас всех за внимание. До новых встреч, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok